А рассматриваешь ли ты на этапе собеседования такую должность как старший барбер? И вообще нужна ли такая должность тебе в барбершопах? Нужна и старший администратор, старший барбер, у меня есть старший администратор. Старшего барбера пока нет, потому что я считаю, что это надо заслужить. Поэтому пока на этом этапе я старший барбер. Как заслужить и вообще функционал старшего барбера? Давай начнем с этого. Для меня старший администратор, старший барбер это наемный руководитель. Он может быть либо под собственником, либо соответственно под управляющим. В любом случае это наемный руководитель. И в моем понимании задача этого человека снять максимально операционную нагрузку с руководителя. То есть это составление графиков, проведение электризации, это заказ, формирование заказов, контроль за выполнением каких-то регламентов и так далее. То есть это то, что должен это делать человек. Как он должен заслужить, когда я пойму, что это он. То есть у меня нет четкого критерия, что он там должен, самый высокий результат должен быть и так далее. Нет, это вопрос определенного патриотизма, а патриотизм за три месяца не вырабатывается. Не вырабатывается. Это три месяца в твоем барбершопе. Я считаю, что старший мастер должен быть профессионалом в своем деле и патриотом. Вот это две важные составляющие. Получается в таком случае в его список обязанностей должно входить также и наблюдение за качеством работы остальных ребят. Безусловно, он будет старший товарищ. Да. Если мы включаем в список его обязанностей и это, то тогда он должен быть... Просто может получить ситуация, когда ты ставишь человека, который слабее технически старшим мастером, ему надо прийти и сказать тому человеку, который сильнее, сказать что-то. У него нет профессионального авторитета. Даже если он ему будет говорить какие-то вещи абсолютно не связанные напрямую технически со стрижкой, он может это неправильно сделать. Здесь конфликт может пойти, да. Будет образовываться конфликт и там придется с кем-то бороться. Кого-то либо убирать, либо как-то иначе решать. Это можно сделать, но просто надо быть готовым к тому, что можно столкнуться с рядом дополнительных сложностей. Один из вариантов, который мы рассматриваем, к примеру, взять нашу команду изначально для отбора. Открыть должность. Барбера, который раньше, да, у нас не работал. И привлечь бы в нашу команду человека, старшего барбера... Стороннего. Стороннего. То есть дать такое объявление... Ты можешь это безусловно сделать, но ты столкнешься с другой проблемой. Любой наемный руководитель, который приходит в компанию, он должен обладать определенными компетенциями, чтобы в эту компанию, в эту команду вклиниться. Правильно. Если у него этих знаний не будет, то ты придешь к тому, что его не примут. Вот и все. То есть здесь вопрос его уже управленческих компетенций. И, справедливости ради, немного на свердине есть старших барберов, которые могут прийти в незнакомую для себя команду и там устроиться. А может ли старший барбер не быть при этом топом? Ну, то есть стричь не как топ-барбер? У меня вообще такого понимания нет. Это вот кто-то придумал топ-барбер, про-барбер, мега-барбер... Ну, про-барбер это уже там гаевское... Я не знаю, я вообще против... Градации. Ну, нет, я за Градации, но я против каких-то вот таких привязок, потому что это настолько субъективно до безумия везде, что там человек есть, вот он там топ, вот, но для меня топ вообще в целом как бы профессиональный барбер, да, вот если там использовать какую-то терминологию, это востребованность специалиста, все, у меня только один критерий, его востребованность, а значит его финансовые результаты. Вот и все, у меня нет других критериев. И когда там перед вот этому дают какой-то такой смысл, и получается, что вот этот там топ, а этот вот не топ, этот про, а этот просто, а этот еще какой-то, блин... Блин, сколько... Сколько барберов, да? Набраться, да, я уверен, что даже и клиентам это вот непонятно. Ну, какую бы ты градацию? Ты говоришь, ты за Градацию, какую бы ты сделал Градацию? Барбер, барбер, барбер. Ну, это разная ценовая политика, то есть? У меня просто разная будет ценовая политика, она у меня есть, собственно, не сейчас, но в целом, как бы, моя система, она подразумевает разную ценовую политику, но при этом я не буду придумывать миллион каких-то вот таких вот... Названий, да, клише? Да, да. Как клиентам аргументировать, что тогда у этого барбера стрижка 1600, а у этого 1900? Почему? Никак. Ну, как-никак, ну вот... Никак, очень просто. А когда ты приезжаешь заправлять бензин, тебе как аргументируешь, что он стал на 5 рублей? По качеству. Ну, как, 90 рублей. А, просто стал дороже ты, Миша? Как тебе это объяснять? А в магазине, когда ты приходишь покупать? Повышение цен. Ну, на все шоколадки повышение цен, а то ты на какую-то повысил, а на какую-то не повысил. Ну, были востребованы, вот на эту шоколадку я повысил. То есть ты объясняешь это тем, что... Тоже стоит дороже того же года. Да? Ну, стоит дороже бы только. Все. Я не считаю нужным это объяснять клиентам. Ну, то есть, это тоже кто-то для себя придумал, что надо клиентам объяснять почему-то. Это не объяснять, а оправдываться. Называется вещь своими нами. Вот и все. Вы оправдываетесь, что вы подняли цены. А я не считаю, что я оправдываюсь, что я делаю это обоснованно, потому что этот специалист более востребует. Все. А человек сам для себя приняет решение, к какому сотруднику идти, там за полторы тысячи рублей, за две, за две пятьсот. Более того, многим и хочется пойти в специалист, кто стоит дороже. Который подороже, да. Не спрашивает, он просто идет к тому, кто стоит дороже. Угу. Поэтому я не считаю нужным оправдываться, почему я этому человеку поставил большее праздник. Потому что он более востребует. Как ты будешь определять в своей команде, кому ты поставишь больше цен? У меня есть один критерий, его средняя дневная выручка по услугам. Средний чек, да? Нет, средняя дневная выручка по услугам, это разная вещь. То есть какая у него в среднем по итогу месяца выручка в день. Поэтому я не вижу смысла мариновать человека, который готов тебе в компанию приносить больше денег, тем, что он стрижет хорошо, и у него хороший возврат, к нему возвращаются люди, у него отличный показатель по средней дневной выручке, он выполняет все нормативы, почему не должен его поднять прайс и зарабатывать вместе с ним больше.